Неделя спорта Атака, пас и 1-0 в пользу архитекторов, тайм-аут тренера Пару троек нехороших слов в адрес сборной КФУ и игра пошла по-новому Разогрев федералов на игровой площадке Пару минут, ошибка к ГСУ 1-1 Вот такое мы смогли увидеть в очередном туре регулярного чемпионата среди вузов Республики Татарстан по мини-футболу Влились в игру, настолько, что забили еще один Сриф атаки федералов, негодование Давыдова и штрафной Гол в девяточку, 2-1 Перерыв, вновь наставление тренера КФУ Глоток воды и вновь за игру Атака сборной КГСУ, мимо ворот За ними ответ федералов Удар за ним второй Отсутствие действий в защите И как результат 3-1 Команда архитектурного университета была не сыграна Но несмотря на это им удалось забить еще один гол в ворот и сопи Сборная архитекторов так и не смогла продолжить счет В их активе по-прежнему два гола Однако федералов ничего не сдерживало На ошибках оппонентов им удалось вогнать еще три мяча в сетку ворот Итоговый счет 6-2 Победа Казанского федерального университета Софья Чугунова, Владислав Сергеев, неделю спорта К другим темам очередные матчи провели сборные Казанского федерального университета В рамках студенческой баскетбольной лиги Республики Татарстан Первый соперник сборная медицинского университета Владислав Сергеев подробнее с места событий Ход времени показал, что в баскетбол представители Казанского федерального университета играют очень даже хорошо Первыми на площадку вышли девушки Образцовая игра и действия в защите приводят к сокрушению медиков Исход первой четверти 5-15 И это только под началу игры Далее ситуация для федералов только лучше Соперник оценен и подход к нему уже настроен 15-33 за плечами первая половина игры Действительно, тактикам поучиться следует КФУ тому пример Федералы не без ошибок обводят соперников Навязывают им свою игру 24-59 Итоговая четверть ни к чему новому не привела Шаг за шагом от передачи к передаче и в корзину 10 очков медиков на 20 федералов Итог 34-79 Казанский федеральный университет оставил медицинский позади Далее на площадку вышли мужчины Здесь уже вопроса тактики у медиков не стоял Провальная игра мужской сборной Казанского государственного медицинского университета За первую половину игры, а именно спустя 15 минут Медики заработали 11 очков Когда федералы к концу второй четверти 70 За последующие 15 минут КГМО не забросило ни единого мяча Счет третьей четверти 0-19 в пользу федералов по игре 11-89 Этому могли служить полное отсутствие защиты тактических действий у КГМО КФУ не прикладывало особых усилий к победе За исключением некоторых атак соперников Четвертая четверть оказалась более радужной на очки У КГМО их 6, у федералов 26 Медики смогли выйти из ямы И противопоставили КФУ некоторое количество успешных наступательных действий Счет 17-115 Сокрушительная победа Казанского федерального университета В принципе так и должно было быть Могли конечно выиграть больше, но смысла в этом не было Главное было сыграть без травм То есть не расслабляться Потому что завтра у нас более важный матч И необходимо было всех задействовать Скажем так, подготовиться к следующей игре Владислав Сергеев, Неделя спорта Уже на следующий день наши сборные встречались с более грозным соперником А именно со сборной авиационного института Помогла ли победа над медиками КФУ держать верх над оппонентами из КАИ Узнаешь в сюжете Марина Вахрушевой Новый сезон для женской сборной по баскетболу в Казанском федеральном выдался непростым Множество поражений в начале года проверяли девушек на прочность Увеличив количество тренировок и сделав упорную техническую составляющую Они верили, что форму и скорость они улучшат Вновь оказавшись на пьедестале почета Все именно так и вышло В студенческой баскетбольной лиге Республики Татарстан Женская сборная КФУ обходит сильнейших соперников Показывая высокие результаты в турнирной таблице Однако девушки оценивают свою игру критично Стараясь не допускать подобных ошибок Очень плохо сыграли Не знаю почему, но не было нескольких высоких игроков центровых Возможно их не хватало нам сегодня Игра со сборной авиационного института напомнила Женской сборной Казанского федерального Что спорт непредсказуем Поспешные выводы ни к чему В первой половине игры федералы не давали оппоненту Ни одного шанса завладеть мячом Хорошие атаки, быстрые четкие передачи Позволили девушкам к середине второй 10 минутки Создать отрыв в 12 очков Кэй берет тайм-аут И через минуту спортсменки выходят на площадку намного собраннее Как показалось, с четкой выработанной стратегией на оставшееся время Но это только лишь показалось В следующую минуту с передачи капитана команды КФУ Елизаветы Усановой Екатерина Гайнудинова приносит команде 3 очка И через пару минут закрепляет результат На большой перерыв команда уходит со счетом 12-30 Сборная Казанского федерального лидирует с большим преимуществом Однако недолго В начале второй половины игры Сборная авиационного института уверенно сокращает отрыв Ксения Миллера и Велина Тумбе друг за другом производят точные попадания в кольцо соперника 33-45 Таков счет за 6 минут до конца игры Федералы берут тайм-аут, после чего усиливают защиту Начинают играть агрессивнее Девушки поняли, расслабляться нельзя 15 минут отдыха не пошли им на пользу Обводя защитников, федералы проводят хорошо отработанные броски из-за дуги Что позволяет им быстро реабилитироваться Сборная КАИ в свою очередь допускает банальные ошибки Многочисленные фалы и пробежки На которые некому было указать Итоговый счет встречи 41-60 Победа Казанского федерального университета Сегодня не хватило скорее поддержки тренера Так как он получил травму и не смог присутствовать На сегодняшней игре И еще не хватило народу Потому что у нас очень много девочек травмированных И не хватает нам чуть-чуть Вслед за женской сборной напряженную игру продолжили мужские команды Юноши, в отличие от девушек, в буквальном смысле слова Летали на площадке Быстрая реакция спортсменов Казанского федерального Позволила им открыть счет Однако оппоненты, резко переняв инициативу Вывели команду вперед В сборной авиационного института Нельзя не отметить Артура Ибрагимова и Николая Лаврентьева Которые в связке показали достойную игру Подстраховывая и произведя точные передачи Друг другу они обводили нападающих Разбивая защиту Казанского федерального 17-26, итог первой четверти Во второй десяти минутке Спортсмен КФУ Антон Лавров Меньше чем за пять минут Приносит в копилку команды пять очков Следом за ним Алмаз из Басаров Совершает чисто попадание со штрафной линии Увеличивая счет сборной на три Однако оппоненты оказались более активны в обороне Что позволило им владеть мячом по всему центру И главный тренер на протяжении всей игры Производил частые замены Указывая на ошибки и давая советы своим спортсменам Это вывело команду в лидеры Со счетом 34-37 А вот для Казанского федерального Первая половина игры оказалась совсем непростой Думаю, что причина В не очень хорошем расписании Потому что мы вчера играли И вчера игра была удачная Но соперники разные И мы немного Немного ослабились после той игры Немного не восстановились Во время большого перерыва Женская сборная КФУ поддерживала мужскую Они верили, что ход игры можно изменить И им это знакомо, как никому другому Нужные слова в подходящий момент Оказали влияние в лучшую сторону В последних двух четвертях Сборная КФУ лидировала с большим преимуществом Отличились Владислав Алексеев и Михаил Репин Они сдерживали игру нападающих Сборной КАИ А благодаря хорошим передачам своих коллег Ему удавалось атаковать кольцо соперника Запротив заветные мячи в последние секунды Итог встречи 73-57 В пользу Казанского федерального В этом году цель попасть в тройку И быть при призах В принципе, пока у нас это получается Но студенческая команда Она достаточно непредсказуемая Потому что здесь игроки молодые Играют недостаточно стабильно Но мы стараемся И пока движемся к своей цели Марина Вакрушева, Иван Ивсеев Неделя спорта Параллельно с матчами СБЛРТ На площадке Уникса Играли сборная федерального Энергетического университета Но уже в рамках волейбольной лиги Республики Татарстан Сборная федерального университета Была на подъеме после товарищеской встречи И настроена только на победу Так ли случилось, узнаешь в следующем сюжете Начало, как говорится, не за здравие По одной подаче с каждой стороны прилетели в сетку Однако в последующем разыгровка Все же принесла результат Игроки разогрелись И стали активно проводить наступательные действия КФУ по первому сету отличилось больше, чем КГУ Отсюда результат 18-25 1-0 в пользу КФУ Во втором же сете При равном начале Впереди были представители Энергетического университета Они держали планку К сожалению, под конец духах был сломлен Федералы смогли не только догнать Но и на 5 очков опередить соперника 2-0 Лидируют также федералы Команда, в которой мы сегодня играли Высший уровень у нас Всего нас не дотянули До 20 очков на уровне С очков в очко А потом как-то провал, яма И мы проигрываем Третий сет Казалось бы, что время Энергетического университета Все же наступило Вновь захват инициативы КГУ Уже с начала третьего сета Отставание федерала в 10 очков Решение тренера Зименить игроков и вывести На поле капитана сборника Фуори Натани Гматулина Который и вырвал победу сборной федералов Так же, как и в прошлом сете Под конец опередили соперника Только уже с разницей не в 5 очков, а в 3 И они вели в разницу в 3 очка Немножко продавили, поплыли То есть, если были собрани Мне кажется, там борьба и до 30 очков дошла спокойно К каждой игре надо выкладываться Не важно даже, проигрываешь ты там в разнице 3-4 очка В волейболе все возможно Это всем известно Счет сета 22-25 По игре 3-0 Победу одержала сборная Казанского федерального университета Владислав Сергеев, Неделя спорта Конец месяца, это значит, пора выявлять лучшего спортсмена Марта Премия Олимп прямо сейчас Телеканал Универтв совместно со спортивным клубом Казанского федерального университета Объявляет премию Олимп Каждый месяц вы выбираете лучшего спортсмена Казанского федерального Антон Зайцев Захар Портнов Елизавета Усанова Алла Неманова Илья Харитонов Лучший спортсмен Марта Голосование стартует 3 апреля Подведение итогов в эфире программы Неделя спорта Итак, друзья, напоминаю то, что голосование уже стартовало И продлится оно до 10 апреля Все подробности вы можете узнать в нашей группе ВКонтакте Ссылка вы видите сейчас на экране А также в описании, если вы смотрите данную программу на Ютьюбе Ну и на этом все Большое спасибо за внимание Вы смотрели программу Неделя спорта Меня зовут Роман Блинсков Еще увидимся Пока-пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова